Мать с рассольником Доброе утро! В наших гостях сегодня веселое, как весенний цветок, несмотря на время года, Елена Подканинская Лена, доброе утро! Доброе утро! Здрасте! Мне бы хочется хачапури! Стоп, Лена! Ну с вами я пришла немножечко по полеганию Немножечко! Вы не типичная мать, вы любите ребенка Да Сейчас мне вся страна сказала «спасибо» и отложила спаржу Никаких рисков Риски решила не употреблять Словарь, кормящий матери, потолчем Потолчем У вас же гражданин России родился? Гражданка Гражданка России Вторая Вторая гражданка Вы родили зрителя Первого канала А что же вы, Лена, а что же вы сейчас с такой печалью, с такой негой, осенней грустью Я вас так по весеннему представил, смотрите в глаза наших телезрителей, которые говорят Не может быть она пришла, она же, подождите, как, она же только что стала мамой и она уже пришла Да Скажите, ну мы как-то будем учитывать лактационный период в меню, которое сегодня будет нами с вами? Ну, честно сказать, мне-то хочется хачапури Вот Ну и вообще всяких безобразностей Это нормально Но сегодня будет каша И не только Каша, но каша же ведь тоже разная бывает Конечно Можно же и в кашу и сыр добавить Можно изюминкой Можно изюминку туда, можно сыр туда, можно и ризотто замутить Да, жалко малыша Жалко малыша Да Я страдаю, мне хочется есть всё, но я люблю ребёнка И подумала, не буду я есть всё потихоньку Вы не типичная мать, вы любите ребёнка Да Мне это очень нравится Мы обращаемся ко всем нашим зрителям, которые оказали честь нашей стране и планете И новое поколение, и новых маленьких людей, граждан России У вас же гражданин России родился Гражданка Гражданка России Вторая Вторая гражданка Да Вот я тоже всегда отношусь к своим детям как граждан Я вот когда у меня дочка сидит на горшке, я говорю Гражданечка, вы сходили? Будьте любезны, наступить отцу Вот всегда так Понимаете? Да, да Вот И поэтому, вот раз вы это нам, вот вы для нас это сделали, извините Родила гражданинку В России нет чужих детей, все дети наши, общие Наши, да Вы родили зрителя первого канала Значит, понимаете, Ирина пришла сюда, молодец Да Так, значит, что мы готовим? Давайте так Я вижу, у нас есть пшонка, да? Да Пшоная каша Это уже вкусная Это уже приятно Это уже вкусная вещь И сколько там нужно? Сто Сто Подождите, сейчас нужно отмерить А вот смотрите, здесь волшебная штучка есть, видите? Прямо по этой мерке рассы Молодец, Лена, какая молодец Вот что значит, что значит обостряется? Вот ни сюда, ни сюда, ни сюда, вот сюда Напротив Отдельно, отдельно Переборщила такие, по-моему Падает зрение Подождите Когда Ну что? Ну ладно, слушайте, ну перестаньте Ну Лена, перестаньте И с головой не очень Кстати Ну перестаньте вы Во время лактации это нормально Это вообще Женщина вся погружена в себя, в ребёнка А тут я взяла и к вам пришла, понимаете? Я Могут быть проблемы с речью, с памятью Нет, нет Я рублю тыкву, как дрова, смотрите, раз И она не так Она какая-то подозрительно мягкая Миленький мой, так сезон Точно Вы пока там Осень Вынашивали, пока рожали А у нас тут уже Да, было, что сезон У нас, как говорится, тыквы-то созрели Ну так Скажите-ка мне, пожалуйста, Лена Да Ну как? Любви много Нежности Радости Счастья Как назвали-то? Ева Какое имя красиво Ева Евой назвали, да Ева Ну какая красивая Ну расскажите мне про Еву Спать хочется Тотально Мне бы вас положить где-то здесь Я бы здесь уместилась Я, знаете, я вот это так прекрасно понимаю вас Вот сейчас просто когда где-то там Значит просто, ну вот чуть-чуть Вот просто пока Евочка Ну слушайте, расскажите мне Да Давайте Тыкву мы что, мы запекаем же, да? А вот Да, запекаем Красота То есть смотрите, очень важный момент Я хочу обратиться ко всем нашим зрителям Это важный момент Это Сезонные овощи Вот я Мне один доктор сказал Я говорю, доктор Ну вот там, витамины-то надо пить Ну тоже, как говорится, не первой свежести я уже такой, понимаете Тоже уже с душком Доктор-то мне говорит А знаешь ли ты мой друг? Он меня так называет всегда Я поняла Он думает, что мы с ним дружим Вот доктор мне говорит А надо есть в сезон сезонные продукты Вот вы же за правильное питание? Очень за правильное Судя по тому, как вы роскошно Я раздельное За раздельное И правильное Раздельное и правильное питание Вот, кстати, говорит Ешьте в сезон Ну вот не сезон сейчас Чего сейчас не сезон? Ну, например Спаржи Не надо покупать сейчас спаржу Согласна с доктором Я боюсь, что Сейчас мне вся страна сказала Спасибо И отложила спаржу Вот сейчас осень Капуста Картошечка Кабачки Морковка Свеколочка Свеколочка Тыковка Все свежее Все правильно Вот вопрос один Когда сезон майонеза? От майонеза я советую Зрителям вообще отказаться Серьезно? Всегда Майонеза нет? Никогда Колбасы нет По секунду А если я вам скажу Глеб Ну не тот майонез Вот не вот в этих Этих самых А если я Вот мы возьмем Маслице Вот все равно Вот это все сами сделаем Горчичку Может быть я попробую Из уважения к вам Я понял Это сейчас вы из уважения врете Нет, правда Ну а как же колбасу? Колбаса категорически Консервы Ни за что Соки в пакетах Нет Хорошо Я всегда в таких случаях говорю Да пожалуйста Ну не хотите колбасу Не хотите Но как же наши друзья с вами Испанцы Итальянцы Ну быть может так Французы Колбаса Немцы Является колбаса Неотъемлемой Частью меню Этих вышеуказанных стран Думаете что вредно вас Вредно вас Вредно вас Хорошо Соль Сахар Как вы относитесь Сладкая Нет Наполеончик Никогда Безешечка Вот когда была беременная Захотелось Но не съела Съела Но сплюнула Нет Проглотила Терпела Терпела Серьезно Ну как-то хотелось Неожиданно Захотелось вдруг сладкую А так вы просто не любите сладкую Не люблю У нее сладкая Мороженое Нет Сорбетик Нет Сорбетик может быть А варень Раз в полгода Нет А медок Мед Натощак За полчаса до еды Можно Вы гурман С чаем Я понимаю Блины с медом Нет Нет Сметанка Да Ну слава богу Хоть что-то Кефирчик Да Творожочек Очень А в творожочек варенье Кстати от молочки говорят Тоже надо отказываться А как же творожочек А в него раз И ложечку Земляничного варенья Вот почему все привыкли Творог нужно есть С кислыми фруктами Понимаете Не надо сладостей Так много в жизни Ну так подожди Ее можно найти в других Топлено Ну творог 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 Он же и так кисло Молодший Ну все привыкли с детства Ну зачем кислое кислое Вы понимаете Вот с детства Как ребенка Научишь Так он и будет Чувствовать Питание Одну Маленькую Секундочку Я Леночка У вас украду Давайте Смотрите У нас тыпочка уже все сделала Мы чем-то будем там Вы знаете Если бы я помнила Оливковым маслом Я вам подскажу Смотрите Давайте Оливковым маслом Может быть я тоже что-то Не надо Так Вы соль не любите Нет соль Это можно Соль можно Но просто хорошую Ну посмотрите Прекрасно Вот она прям Чувствую морская Буквально Она из моря Что у нас каждое утро Приходит русалка И хвостом бьет И из нее сыпется соль Прекрасно Зира Сейчас смотрите Потолчем Вот потолчем Это очень хорошее слово Это вот называется Слова кормящей матери Потолчем Потолчем Смотрите Очень важный момент Вот все говорят Что они там выдумывают Да не учите нас Зачем вы эти берете Каменные ступки Лучше сделайте Вот такой вот столбик Чтобы машина не парковалась Нет Я объясню Потому что дорогие Вы мои зрители И Лена Сейчас как человек С обостренным Обонянием Вы сейчас Вот это прямо Должны почувствовать Потому что когда ты берешь Эту ступку И берешь вот эти спец За которые полежали Но делаешь вот так Просто вот так Вот чуть-чуть Вот сразу этот вкус И сразу этот запах Видите Вот Конечно Он раскрывается Как бородинский хлеб Как бородинский хлеб Значит это не зира Молодец Лена Это тмин Молодец Что бы ты не так делал Это правильно Это не зира Все правильно Я еще думаю Что-то она не пахнет зирой А Леночка Молодец сказал Бородинский хлеб Потому что зира и тмин Похоже Как Денис Клявер И Стас Костюшкин Нам нужно Взять Зирус Вот мы берем Так же зирусю Да Сейчас мы ее так же Чуть-чуть приоткроем Зира еще называется Кумин Раз, два, три Вот Мы сделали красиво Мы сделали красиво Мы сделали красиво Слушайте Все Леночка Да 200 градусов И все И она И начала она жить сама Все Прекрасно Все оставили И она 200 градусов Она работает Да Друзья Елена Подкаминская Да-да Мать Евы И Полина Подожди Мать Евы И Полины Да Сегодня у нас в гостях Мы готовим кашу 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 Леночка На секунду у вас Оставлю Короткая рекламная пауза После которой мы вернемся И вы узнаете Что на первом канале Ставят новый проект Который называется Гранитный микрофон Прошу тебя В таз розовый Налей тихонько мне Люблю Сев под березами Солянку есть На пне Федор Конюхов Походная песня С вас на первом канале Друзья У нас в гостях сегодня Елена Подкаминская Леночка К нам пришла Сегодня Леночка Доброе утро Доброе Ну вот и начинается Наша программа Мы опять? Нет Нет Нельзя в одну реку Два раза войти И рюмку нельзя выпить Дважды Итак Лен Да Мы поставили тыкву Поставили Пшеночка Я так понимаю Что поскольку Вы нам говорите о том Что вы придерживаетесь Правильного питания Да То мы сейчас каким-то образом Будем достаточно хитрым Варить пшенку Хотя на самом деле Общедоступным И простым Значит мы берем кастрюдку Да Доводим до кипения Смотрите 300 граммов Кокосовое молоко Я вылью Вылью Да Наконец-то Я действую Кокосовое молоко 300 граммов С водой Это 2 секунды До кипения Мы доведем И сюда Смело 100 грамм Закипит Ну когда Чуть-чуть Прямо соли Вот сейчас чуть-чуть Смотрите Это важный момент Можно варить кашу Пшеную конечно На простом молоке Но мы варим на кокосовом Ну кстати Я хочу сказать Что я дома Употребляю каши на воде Вообще да Каши на воде Ну говорят Что они более полезны Безусловно Но есть И для этого Придумал бог кокос Вот Как говорил Мик Джаггер Придумал бог кокос Для этого Значит Потому что у кокоса Есть молоко Да Есть также соевое молоко То есть растительного происхождения Живого Это не так страшно Ну собственно В конце концов Люди У нас очень много людей Пастятся Например Бывает Когда разные пасты Разные религиозные пасты И в разных религиозных пастах Есть необходимость Не есть Молочные продукты И вот этот самый случай Когда ты можешь И будет у тебя все равно Ощущение Того самого вкуса Сливочности Да Конечно То же самое можно пить Кофе Вы же пьете кофе Я знаю литрами Ой хочется сейчас Кофеечка Умираю Капучинка Это кофеечка Да нельзя И Ева стоит Нельзя Мама Она не стоит Она говорит Она не говорит Она просто смотрит Ла Ла Уже говорит Ла Ла Уже говорит Ла Ге Ге Ла Гель Так Ну что же Закипела Высыпали 100 граммов пшеночки сюда Все Все это Аккуратно Деревяшечкой Перемешали Накрываем Это моя дорогая Крышечка И это у нас На маленьком огне Потонится Вот прямо Вот на таком Вот на пятерочке Мы так это называем На петушке Пока парится наша пшеночка Что мы делаем еще с вами Мы сделаем салатик Мой дорогой Я вот знал Что вы это сделали Скажите А вот этот Не он уже приготовлен А он и готов Быть может Нет Но это слишком Это слишком просто Слишком просто? Надо как-то усложнять Так Сажите мне пожалуйста Вот для салатика подойдет Такая вам мисточка? Да неплохая Почему бы и нет Кстати Зелень Вы же любите нам зелень Зелень это хорошо Витаминки Я кстати Много ем Очень много Кормящие матери Сильно хотят И так с хорошим аппетитом Да А так вообще Тазиками мне приносят Подождите А я вас не спросил Это самое главное Вот мы говорим Говорим Как будто бы вы кормящая мать И все А что еще Секунду А театр? Вот выхожу Буквально скоро А кино? Тоже снимать Все в ноябре Миленький так все То есть начинается Ну немного Я так Чуть-чуть И все съела Потому что Ева С собой везде Грудь Очень хорошо что напомнили Да Я вам сейчас скажу Я ведь в каком-то смысле Понимаю сейчас не только вас Но и Еву Да Мамочка моя Родила меня Я надеюсь она меня понимает Да пошла в театр Сразу И я в театре Я вот все С самого-самого-самого детства Скажите мне пожалуйста И вы что вы будете на репетицию Масечку Безусловно Масечку Да Ну я думаю это лучше И важно чтобы мы были вместе Это очень важно Это нужно делать Ну просто что же она виновата Что я актриса Жалко Конечно что она В этом никто не виноват В этом конечно никто Конечно у нее выбора то нет Да Я кстати еще в Ахтанговский Схожу Сыграю там Моноспектакль Свой Неосторожную актрису Вот пользуюсь тем Что я Представляете Вы Чтецкая программа моя Литературный спектакль В Заре Чайковского Одна Одна Год назад Лена Иступила Одна А тут вот слава тебе господи Позвонили в Ахтанговцы Нет Не позвонили Любят они таких Не то чтобы позвонили Но посмотрели В театре В Ахтангов Да Это большая ответственность Это очень большая ответственность Я волнуюсь и уже готовлюсь А вот Кормлю Лежа И готовлюсь Что в программах Купрен Пастернак Очень хорошо Ахматова Цветаева В основном такие Юмористические поэты Раневская Есть Ее дружба с Ахматовой Очень хорошо И потрясающий Кочергин Эдуард Кочергин А вы знаете Эдуард Кочергин Выдающийся сценограф Художник Да Наперсник И верный соратник Георгия Товстоногова Да Неожиданно для всех Лет так восемь назад Стал большим русским писателем И что же Ангелову куклу Небось читаете Вот не ее всю А Рассказы Да Потрясающий рассказ Леночка Я хочу задать вам вопрос серьезно Да, пожалуйста Вы готовы к ним? Смотрите Вы актриса Широкого дарования Профиля Дарования Но в основном Большому зрителю Широкому зрителю Массовому зрителю Конечно Вы полюбились Играя роли Взбалмошных Веселых красавиц Капризных И все-таки Скажем так В произведениях В которых Чаще Зрители При просмотре Зрители чаще улыбаются Чем Грустят И вот когда вы выходите В театре На сцену Вахтановского театра На сцену Залчайковского И читайте программу Вы только что ее рассказали Да В которой практически Нет места Да То есть вы Вы совершенно серьезно Голубой программ Вот скажите мне Легко ли вам Или тяжело Зрителя Который пришел Любя вас Настроить на этот план Легко У меня Мастер Хороший И я сама Готова к этому Внутренне И зритель Знает На что он идет То есть Например Атмосфера этого спектакля Наверное Сложнее Выглядела На сцене театра сатиры Рядом Абсолютно согласен И это так важно И знаете Вот если мы сейчас Мы можем сейчас с вами сказать Все И начать есть сырой салат Но он будет невкусный Потому что нам нужна заправка Абсолютно согласна Нам с вами Знаете Нам с вами как веселым Автогонщиком Нам нужна заправка Вот у нас есть Пожалуйста Маленький миксер Такой И мы сейчас Этот маленький миксер С вашего позволения Каша у нас уже готова Кстати сказать И это будет Зеленая пшенка У нас пшенка же будет Зеленая Шпинат Смотрите Шпинат Я кстати Полюбила сильно Шпинат В это лето Хорошее было лето У вас шпинатное? Очень Оливковое масло Коктейли Можно зеленый делать За шпинат Знаете? Да Очень полезно Чуть-чуть Лимонного сока Вот так вот Раз Кленовый сиропчик Смотрите Какая будет заправка Так Соль Будьте любезны Леночка С удовольствием Прямо чуть-чуть Прямо вот так вот Да Дай вот соль Вот сюда И все это мы делаем Так вот Просто И теперь вот это Леночка Открывайте крышку Да Открывайте крышку Хоть чем-то я могу Возьмать Посмотрите Что у нас Вот видите Вот оно Вот это вам пример того Как выглядит Хорошее 100 граммов пшеночки Хорошая жизнь Мы берем прямо сюда И вот это все Вот так вот вмешиваем Потому что это что? Это польза И вот так вот все это замешиваем И у нас смотрите Что происходит с пшенкой? Она становится красивее Она становится просто зеленой И все Потому что просто так пшенку Неинтересно есть Конечно Скажите А вы читаете какие-нибудь стихи? Поете песенки Еве на ночь? Ой да Я много пою Серьезно? Да Прямо колыбельной И качаю И пою И носкаю И она сразу засыпает Ну как сказать Когда как Скажите мне Так Пшеночка зеленая у нас готова Тыква запекается Салатик Лена Своими руками Которыми она держит Младенца Еву Сколько Еве сейчас Точный возраст Евы? Два месяца И боже Сколько же дней Считать то плохо Будет три месяца К театру сатиры К театру Вактангова И на всякий случай К залу Чайковского Слушай Лена отказывается Сообщать свой точный адрес Весь Садовое кольцо Выложите пожалуйста Цветами В честь дня рождения Дочери Елены Подкаминской Евы Ей будет три месяца Сейчас реклама Она длится чуть короче Смотрим И как говорит Александр Ширвиндт Наслаждаемся Друзья С Март на первом канале У нас в гостях сегодня Елена Каминская И мы сегодня Здесь готовим Настоящую еду Для настоящих Молодых мам Вот И поэтому В последний момент Было решено Не коптить Сегодня Баранью Ножку Ножку Не коптить А сделать зеленый салатик Тыква готова у нас Знаете что я хочу сказать У нас готова тыква О Что-то мне кажется О Как жарко Аккуратненько Она такая мягенькая Но Аль денте Она аль денте Может еще хотя бы Она постоит там Минуточки Три Давайте что-нибудь еще поделаем Смотрите как мы сделаем сейчас Может я тоже что-нибудь поделаю Пожалуйста Смотрите А вот можете мне так грушу отрезать Смотрите Ну-ка Вот так дай мне Я бы вот так вот сделал сейчас Смотрите Да Вот и все что нам нужно Конечно Потому что мы сейчас делаем Еще один такой чудесный рецептик Так Лен Да А горганзола то где? Ваня Она в холодильнике Лен Ну скорее за горганзол Понимаете Скорее Лен я вас прекрасно понимаю О Посмотрите какая вещь Ну посмотрите Ну посмотрите Выберем соус Давайте прям вот так Я бы вот так Прям Сверху Потому что мы сейчас Поставим в духовку Буквально на секунду И это И сыр Растает И он растает Ну посмотрите что это будет Ну вообще не очень представляю Это будет вкуснотища Вот я вам так скажу Но я не уверен насчет Галактиционного периода Вот я про это и говорю Все баловство Ну знаете Это слово я никогда не выучила А я вам так скажу Баловство Баловство да Ну я вам так скажу Дорогая Лена Ну с вами я пришла Немножечко Похулиганить А я вам скажу так Знаете Ну не все кормят Матери тоже Дайте шанс Тоже нормальным людям Из вот этих ваших Вы круто Ну все Елочка Ничего Елочка А почему действительно Я-то могу не есть Да Ну я-то могу съесть Просто Ну вы можете просто сделать Просто тем Так нам нужно Посыпать орехом пекан Какая у вас сильная рука Вы не представляете Это только это А если две? Нет А две ничего не прибавляется Вот смотрите Это у меня 90% Вот эта рука Очень сильная Это слабенькая Я не могу ничего держать Даже не могу Зубная щетка Вываливается Подозрительно Подозрительно Ну а что сделать Ничего тут подозрительного Так у вас Слушайте А кстати Вот смотрите Родилась Ева Да У вас есть мастер Гуру Учитель Король Его сиятельство Князь Ширвент Зариславский Александр Анатоль Ширвент Да Вы Девочку приносили К нему на благословение Вот принесу Буквально Собаку на сене Собираюсь сыграть Да Кстати Сколько у вас было? Я ушла прям сразу Я как вышла на сцену Почувствовала напряжение в животе Никаких Роль-то Дианы сильная Никаких Двигатель процесса Никаких рисков Риски решила Не употреблять И вот пошла И ждала Ждала Берегла себя Теперь вот родила Думаю Пойду Все-таки сыграю Сыграю Дианочку Дианочку Наталья Николаевна Супруга Александра Анатольевича Да Она велела Как только родила Сразу Я с Полиной так действовала И с Евой Какая разница у Полины и Евы? Разница 6,5 6,5 лет Хорошая разница Чудно Как, кстати, Полита отреагировала? Эти девочки Они умеют И Как сказать И поревновать Ну так нужно же готовить ребенка Готовишь, не готовишь Я свою готовил, готовил Но все равно она переживает Мам, ты меня любишь? Она Она Не про слово Мам, ты меня любишь? Мам, ну а кого любишь больше? Вот Но много разговариваем Обсуждаем Так Мы берем Вниз под тыкву А поддалок? Отлично Ребята У меня свалилось лицо Я поставил под тыкву Есть Лен Да Сейчас какое-то время нужно подождать Минут 70 Смотрите, как мы сделаем сейчас Ну вот немножко оливкового масла Чуть-чуть сюда лимончик Вот Вот так вот Пим-пим Немножко соль Я подам Прошу вас Хочется немножко Поучаствовать Прошу вас Я вас прошу Соли Да Берем Вот такая заправочка у нас Смотрите, раз, раз, раз Я все-таки это сделал ложку Хотел руками перемешать Потом думаю, ну зачем Все равно в этом есть что-то такое, да? Не очень как-то Да нет, руками иногда хорошо Нет, руками нормально Все прочувствую Все промять Промять салатик Как следует, да То, что Смотрите, руками Ну ничего, ложечками нужно тоже Вполне Вот смотрите Да, хорошо получается Он сейчас должен Он вполне себе Так немножко вываливать А вот рука Я бы, знаете, вот честно Может вы меня, конечно, осудьте Но я вот честно Тут недавно В таком салате Как-то вкусно смотрится Такая зелень наша Я за творчество Да Я бы сюда добавил еще потом Вот если бы был укроп Укропа нет Так вот все просто перемешать Слушай, вообще зелень Вот смотрите Молодец Зеленая Зеленая Зелень зеленая Вот мы это все перемешали Вот просто вот такое Прямо вот как раз Как съесть такое Вот одно здоровье Знаете, что приятно Вот тем, кто любит есть много Таким, как вы Да Обжором Обжора страшно Обжором Чревоугодницем Вот Я такой же Я тоже в каком-то смысле Чревоугодница Так вот Вот этого можно съесть Просто сколько хочешь Друзья Одну дни Лена Все благодаря вам Да Мы здесь совершенно Ни при чем Смотрите, какая вещь Вот это Это готовится одна секунда То есть груша должна быть просто Она чуть разогревается Смотрите Что я вам предлагаю сделать Мы просто берем Давайте сначала вам Давайте сначала Давайте О, ну красиво так Может еще один такой маленький Ну ладно Ну такой красивый Вот такой сюда Давайте вот как Вот так Вот так красиво Уголочка Уголочка Домик такой, да? Да, да Как будто бы кораблик Кораблик Ну смотрите Вот так вот сюда доставим Сверху мы чуть-чуть Это поливаем Вот так вот Оливковым маслом И все И у вас получилось Посмотрите Зеленая пшенка Сладкая Запеченная А сюда Берем Вот так вот Вот так вот Вот так вот Чуть-чуть начинает застывать Горганзолка На самом деле Это свежие груши Ну вот кто после этого Скажет вам Лена Вы питаетесь плохо Кто? Вырастет ела Скажет Мама Я вспоминаю свое детство Горганзолки бы Я вспоминаю свое детство Почему ты не назвала меня Горганзола Мама Давайте перейдем к рецепту Разный салат Мы еще добавили зелени Просто сюда И это все смешали С оливковым маслом Заправкой И лимонный сок И соль И все это перемешали И отдельно Взяли грушу Положили на нее Сыр горганзола И орех пекан Сделали пшеную кашу На кокосовом молоке Добавили туда шпинат Что у нас там еще был Шпинат Кленовый сироп Лимонный сок И оливковое масло И соль Кто-то захочет перец Отдельно запекли тыкву С зирой С оливковым маслом И с солью Какая у вас память хорошая Вы еще хотите помчать? Я только это блюдо Вы только это блюдо Потому что это вам нельзя Нельзя Давайте попробуем Я вместе с вами Пожалуйста Давайте попробуем Душевно Вот Знаете, вот это то слово Которое просто Знаете как? Знаете как? Прекрасно Тыкву срезаем Помним там кожица жесткая А сама она Не могу Не удержаться И не попробовать Вот это И знаете самое интересное Смотрите Расскажите Я сейчас скажу Вот даже потому как она резалась Понятно, что она теплая Но она совершенно не Не печеная Хорошо вам? Мне Будет хорошо Когда я приду В театр Вахтангева И послушаю В вашем исполнении Что-нибудь Вот это мне будет тогда Лена Надо остановиться Мы не можем с вами есть Во-первых Звонила Ева Она уже да И она говорит Где мать? Я чувствую Уже у меня прилив Вот Тут как бы Начать бы наоборот Программу Но нет Прилив у всех нас Сейчас радостное настроение Потому что мы вам дарим От нашего спонсора Корзина душистого аромата Целонского чая Бар Неиссякаем источник бодрости Бодрости мне нужна И хорошего настроения Благодарю Друзья Приходите на спектакль Елены Паткаминской Приходите на все ее премьеры Приходите на все ее спектакли Не моноспектакли А спектакли У которых Леночка играет В театре сатиры И в других театрах Конечно сейчас будут Другие театры Вот так радуется Вот Притайтесь правильно И помните о том Что от вас зависит Демографический прирост Населения нашей страны Потому что Лена свое дело В этом смысле уже сделала Елена Паткаминская Спасибо До свидания Пока